итак мы установили модуль bottle и готовы к реализации но прежде чем приступать к реализации вспомним о том что у нас во первых уже есть код который в принципе рабочие мы можем его использовать во вторых нам известен алгоритм сейчас я вам его открою и также мы уже импортировали модуль поэтому нам необходимо будет в код добавить импорт необходимых функций но чтобы понимать как писать в версии игры необходимо знать также что любое в приложении это почти всегда несколько веб-страниц или экранов которые имеют разные состояния игры и выводятся в окне браузера мы с вами рассмотрели пример игры в браузере и в окне браузера все это дело выполнялось и вы видели что состояние страницы меняется а по сути это новые страницы если я сейчас опять нажму да то у нас появляется новая страница у каждой страницы есть так называемый url или ну как говорится в простонародье адрес url универсальный указатель ресурсов если перевести на русский язык опять же на сайте я расшифровываю это понятие а вы можете погуглить и узнать немножко больше о нем если пожелаете но сейчас у нас задача за час сделать игру поэтому мы не отвлекаемся просто вникаем и двигаемся дальше этот универсальный указатель ресурса он у нас отображается вот здесь в адресной строке браузера если я сейчас вернусь назад вот смотрите адресная строка браузера вот такая для нашего приложения если мы откроем любой другой сайт то в адресной строке мы тоже видим адрес сайта это тоже url вот например несколько примеров тех проектов над которыми я работаю и благодаря которым провожу сейчас этот мастер-класс здесь у нас адреса сайтов здесь же у нас немножечко по-другому выглядит этот адрес но мы к этому вернемся немножко позже и поймем почему именно так нужно вводить вот эти адреса а сейчас мы сделаем в этой части первый шаг мы импортируем наш модуль и посмотрим какие странички нам необходимо создать написав соответствующий код программе и так для того чтобы импортировать модуль мы используем следующую строку кода я для того чтобы было быстрее просто использую копипаст а вы для того чтобы у вас получилось быстро все набрать можете поставить видео на паузу и написать вот такую вот строку кто плохо ориентируется в клавиатуре я продублировала весь необходимый код на сайте в описании мастер-класса в принципе можно скопировать и вставить для того чтобы все таки успеть получить результат всего лишь за час но для того чтобы уметь лучше программировать конечно лучше набирать код вручную но у нас ознакомительный урок поэтому можно этим и пренебречь выбирайте сами как кому более удобно кто медленно набирает может быть лучше сделать копипаст скопировать и вставить и сейчас мы рассмотрим структуру наших страниц сопоставив эту структуру с тем алгоритмом которые мы рассматривали на старте в первых частях нашего мастер-класса и так у нас будет стартовая страница где будет описание игры и вопрос будем ли мы начинать играть либо не будем это у нас страница спорель драгонс драконы я решила назвать так опять же это делает разработчик и вы можете придумать свои названия пока смотрим на вот эти синие идентификаторы на малиновые пока не смотрим это наши шаблоны об этом мы скажем немного позже в процессе затем у нас если пользователь отвечает да открывается страница выбора пещеры и я ее назвала драгонс через слэш шуз выбор если сопоставить алгоритм опять же вот у нас показать вступление это первая страничка выбор пещеры это вторая страничка пока полное соответствие далее игрок выбирает 1 или 2 но он это делает у нас на этой странице потом у нас происходит проверка и выводится уже результат на одной и той же странице потому что эта страница у нас будет с параметром поэтому здесь явление менее явно заметно на самой странице но ее содержимое будет зависеть от того какой выбор сделал игрок но об этом опять же позже когда будем писать код и наконец в конце мы будем спрашивать хочет ли он играть еще и если не хочет ему будет выводиться страничка энд драгонс энд с орелем вот таким где мы будем его поздравлять и благодарить за игру собственно вот та часть алгоритма которую я позволила себе дописать и так в этой части повторю нам необходимо импортировать нужные функции не обращайте внимание что все серым просто потому что мы пока еще ничего из этих функций не используем по чар нам подсказывает что функции не используется но как раз следующей части мы уже начнем писать первые необходимые функции для того чтобы стартовать в браузере